Слушайте, да я стучу? Да, конечно. Мне бы за это руки оторвали. Чувствуем, чувствуем карася. Это похоже что-то на жареную картошку, я не знаю. Мы берём чесночок, мы его... Это превращается в какую-то высокую кухню, понимаете? Да, растёт ёлочка. Чесночок и ёлочку кинуть. По-турецки сделаем так. Ага, ага. А где вкус? Тины. Где всё это? Это программа о любви. О любви к жизни. Диктор делает. Привет, друзья, привет вам, уважаемые зрители. Программа «Диктор делает гастро-приключения» продолжается из самого центра Москвы. Сегодняшний выпуск необычный, потому что он будет исторический. Сегодня мы вместе с вами будем искать то, чего в природе уже вообще не существует. Обратите внимание на здание, которое прямо сейчас находится за моей спиной. Это здание, которое известно всем москвичам и гостям столицы. Это прекрасное, красивейшее центровое здание гостиницы «Националь». Эта гостиница, являющаяся символом старой Москвы, находится буквально в каких-то 300 метрах от Кремлёвской стены. Но я здесь не случайно. Я хочу вместе с вами представить, что было до 1900 года на месте гостиницы «Националь». Дело в том, что здесь находился любимый всеми москвичами трактир «Балаклава». Этот трактир был очень недорогой. Сюда стекались торговцы с охотного ряда. Просто люди со всей Москвы приезжали сюда, чтобы поесть, попить. А сейчас здесь стоит совсем другое здание. И вот сегодня, друзья, я хочу вместе с вами восстановить одно лишь блюдо из меню этого знаменитого московского трактира. И поможет мне в этом один именитый московский шеф-повар. И мы с ним прямо в этой локации приготовим знаменитое блюдо из меню трактира «Балаклава». Итак, друзья, на том самом месте, в то самое время, я хочу вам сейчас представить своего нового героя. Это шеф-повар одного очень известного московского ресторана Андрей Колодяжный. Привет всем, меня зовут Андрей Колодяжный. И сегодня мы будем готовить бомбическое старое, старорусско-московское блюдо. Это караси в сметане. Вы даже не представляете, как это круто и интересно. А это мы все готовим в центре города. Посмотрите, какие сзади у нас виды. И вы просто вдохнете старую Москву. И мы сейчас пойдем на мою кухню, и я вам покажу, как это делается. Итак, друзья, мы в «Святая святых» на кухне Андрея Колодяжного. Эта кухня интересна еще и тем, что прямо вот здесь, на этом месте, находился тот самый знаменитый трактир «Балаклава», так любимый москвичами. Сегодня мы будем готовить наши излюбленные караси. Вы посмотрите. Опа! Посмотрите, какой его привезли. Мы его уже, правда, почистили. То есть кашу маслом не испортишь, поэтому масло сливочное. Масло сливочное. Жаль, не передает запах укропа. Я чувствую. Укроп, лук, репчатый обычный, ну, чесночок и тимьянчик я всегда использую. Ну, и сметанка. И сметанка. Это все продукты, которые мы будем использовать. Это очень простое в исполнении блюдо, которое вы можете дома повторить. Вам нужны вот такие простые продукты и чуть-чуть мастерства. А за этим уже к Андрею. Самое, наверное, тяжелое из этого всего – это разделы от нашего карася. Есть несколько способов его разделки. Я покажу. Интересно. Подрезаем по хребту аккуратненько. Карач же у нас костлявая рыба полностью. Да, костлявый. Мы аккуратненько по хребту подрезаем. Получается, нам нужна только филешечка. Конечно, только филешечка. Единственное, кто-то предпочитает маленьких карасей, кто-то больших. Если мы делаем сметану, я бы склонялся к большому карасю. Потому что его проще разделывать и больше миска в нем будет. А вот этот размер считается большой или маленький? Это средний. Вот такие они, средние караси, вот с ладонь, с мою, примерно. Да, мы срезали. Вот у нас получается филешечка. Филешечка. Она у нас без костей уже, все. Таким макаром мы срезаем вторую филешечку. Неужели в Балаклаве именно таким же методом готовили тех карасей? А я думаю, они, скорее всего, могли подрезать его чуть-чуть другим способом. И я сейчас на другом карасе это покажу. Интересно. Андрей, расскажи, а вот откуда ты взял этот рецепт? Этот рецепт – это история данного места, история данного заведения. Потому что здесь когда-то в старые добрые времена был очень старый ресторан. И все купцы, которые приезжали посмотреть на ряды, они приходили сюда и ели это блюдо. И вы даже не поверите, как это интересно и вкусно. Тем более все всегда любили приходить в трактир, от пуза, как мы говорим, поесть, насладиться едой вкусной, интересной. Но есть еще один метод. Можно вот так вот носичками сделать. Да, это всем известный метод. Да, да, да. И кости уходят. И кости. От маленького они уйдут. Можно сделать, смотрите, под углом. Отрезаем голову. Раз. Потом берем, чувствуем рыбу. И потихонечку, таким же методом, начинаем срезать по кости. Вот смотрите, по кости мы порезали. И сразу есть филешка, да? И сразу есть филешка. Опа, готово. Но все равно у нас остались брюшные. А чтобы они ушли у нас, смотрите, что я делаю. Чувствуем, чувствуем карася. Берем его и аккуратненько срезаем. Но это больше к рыбе, которая у нас большая. Так. То есть крупненькая. И вот, смотрите, чистый карась. Да, шикарная филешка готова. Чистая филешка. Итак, друзья, теперь у вас есть метод разделки карася от Андрея Колодяжного. Даже профессиональные рыбаки, пускай с нами не спорят, шеф знает, что делает. У нас очень сильно в России стало развито фермерское хозяйство. У нас очень много зарыбленных прудов. У нас не только караси, и щука, и, соответственно, сом есть. Вы даже не представляете, мы их тут продаем, ну, можно сказать, тоннами, да? Самое интересное в этом блюде – это посыл, это вспоминание о детстве, о том, что здесь, в этом месте происходило. И мы все равно люди русские, мы привыкли к русской еде. Ну, вы сами вспомните, когда ходили мы на рыбалку, ловили этих карасиков и жали. Ну, пускай мы их не в сметане делали, но мы их просто жалили на сковородке до хрустящей корочки, и это было очень прикольно и вкусно. Итак, друзья, вот прямо на ваших глазах новый метод от Андрея Колодяжного, как убрать вкус донной рыбы. Мы порезали, да, то есть карасиков. Смотрите, что я делаю. Вот он, сочный, вкусный помидор, смотрите. То есть ты помидор давишь прямо внутрь? Вот, смотрите, я подавил помидор, помешали, 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 и добавили молочка. Вот это у нас стоит 20 буквально минут. Любую донную рыбу, любую речную рыбу, мы знаем, как у нас сильно воняет тот же сом, который, ну, по себе тиновая рыба. Да положите, только там его подольше подержите. В маринадике таком все уйдет и будет вкусно. У нас пока караси наши маринуются, лежат, мы подготавливаем лучок. Взяли обычный репчатый лук. Тут прикол такой, стажеруешься французов. Слышите, да, я стучу. Да, конечно. Мне бы за это руки оторвали. Должна быть тишина. На кухне должна быть тишина. Долбить нельзя. Долбить вот так нельзя. Чем тише ты режешь лук, тем прикольней. А когда ты становишься шефом, ты же больше командуешь. Ну, готовишь, конечно же, но командуешь. У тебя на ногах что делает? Уходит потихонечку, да? То, что растет под ногами, я это собираю, использую в еду. Это всегда природа, это всегда лес. Это всегда бабушки, которые рассказывают, преподают. Ты с ними общаешься в тех же деревнях. Нашел эту бабушку, она тебе рассказала какой-то интересный рецепт. Ты его просто видоизменил, и кайфово тебе получается. И потом притащил, он туда вот к кремлю, да? Да, да. Нарезаем мы меленько лук. Меленько нарезали, нарезали. По хозяйски, по-домашнему. Где-то некрасиво, но мы его порезали. Пока у нас карачки варенуются, мы обжариваем лучок. Маслецо. Мы берем чесночок, мы его, оп, чтобы не воняло чесноком, да? Все нормальные, убираем сердцевину. Вот она, она есть внутри. Сердцевина воняет? Всегда, да. Раздавливаем чесночок и слегка карамельку делаем намазать. Слегка такую карамелечку. Я бы добавил нашего тимьянчика. Можно не добавлять, в старину этого не было, но мы добавляем и даем ароматчик. Кухня наполняется ароматами тимьяна, чеснока и масла. Мы берем наш лучок, домашний, обжариваем. Чеснок, если начнет гореть, он нам даст горечь такую неприятную. Понял, понял. Мы это выкидываем. Мы же гастроботаники, поэтому мы можем сюда взять молодую елочку. Елочку? Ну вот, да, растет елочка. Чесночок и елочку кинуть. Маленькая веточка, дерево. Маленькая веточка. Желательно молодую, как раз это май будет, она будет свистеть. Любопытно. И она даст такую же ароматику, как тимьян, такую вот хвойную. Смотрите, у нас уже карамельный лук такой красивенький получился. Мы его убираем. Пошла в ход вторая сковородочка. У нас караси лежали в масле. Мы их подсолили с легонца. Они у нас в молоке. Мы их аккуратненько вытаскиваем. И дальше начинается самое интересное. Мы берем каждый кусочек, закидываем в муку, панируем, пока у нас сковородочка нагревается. Но смысл в чем? Мы запанировали, слегка его отрусили. Отрусили, потому что у нас тогда будет равномерная панировка. Да. Она будет красивая, она будет румяная и равномерная. Оцените вот эту простоту этого блюда, вы точно сможете это все повторить. Просто запоминайте порядок. Берем маслицо. Смотрите, оно уже у нас дымится. Так как мы чуть в современном мире, опять же, как же без чесночка и тимьянчика или елочки. Ага, пошел процесс. Смотрите, вот у нас уже ароматное маслицо. Берем наши карасиков. Смотрите, я что делаю отрушиваю и кладу. Смотрите. Вот так вот. Вот они сворачиваются. Вот они. Да-да-да-да-да, это все быстро достаточно делается. Конечно, я сейчас просто помедленнее делаю это все. Вот они, наши карасики. Спокойно жарятся. Смотрите, они у нас какие. Ох ты. Мы берем наш лучок, который готовый, и потихонечку сюда их добавляем. И я даже могу без сметаны это съесть, понимаете? Да, выглядит аппетитно. А для того, друзья, чтобы усилить ощущение присутствия, представьте на мгновение, что мы находимся в цоколе трактира Балаклава. И здесь повар вот прямо при нас 200 лет назад, да, готовит этих самых карасей в сметане. А там наверху ждут помещики и разный другой люд. Ждет свою порцию карасей в сметане. И что мы дальше делаем? А мы с вами добавляем укропчик. Чуть-чуть, чуть-чуть пока. Опять же, как я говорю, кашу маслом не испортишь, карасей и укропом не испортишь. Вы даже не представляете себе, какой аромат сейчас стоит. Это похоже что-то на жареную картошку, я не знаю. Я бы сюда добавил сметаночки уже ложечку пока. Ага. Просто ложечку сметанки. И вот смотрите, вот оно, жирненькая сметанка. Блюдо очень жирное. Ммм. На наших глазах происходит трансформация рыбы. Это превращается в какую-то высокую кухню, понимаете? Все свойства рыбы остаются, но добавляются запахи чеснока, укропа, тимьяна, масла. Вот этой вот выжирки, еще сметаны, это невозможно. По-турецки сделаем. Ага. Слегка подперчили. Костей здесь нет? Нету, точно. Мы же разделали караси, и вот они. На тарелочку аккуратненько выкладываем наших карасиков. Сейчас мы просто делаем по-домашнему. Выложили аккуратненько и залили нашим соусом. Просто элементарно, вкусно. Вот они, наши караси. Ой-ой-ой. Итак, друзья, принесли. Нас сегодня здесь в финале программы четверо. Караси в сметане, собственно. Ваш покорный слуга, маэстро-шеф, который все вот это вот, ребята, приготовил. Есть еще один участник. Посмотрите за окно. Это московский Кремль, который рядом с нами. Друзья, надо пробовать. Смотрите, как великолепно выглядит это блюдо. Я не могу терпеть. Слушай, Андрей, давай пробовать. Давай попробуем, потому что получилось. Наконец-таки. Ух ты, какой красавец. Смотри. Давай пробуем. Друзья, смотрите, какая красота. А где вкус птины? Где все это? Это нежнейший. А что это? Это похрустеть. Картошечка. Русская картошка. Чипсы? Чипсики. Но это мы сами делаем. Чипсы, которые делают здесь прям. Потому что все равно караси с картошкой, это... Когда изменили их, они получили очень вкусно. Слушай, какой кайф. Какой класс, ребята. Ты заметь, что если мы на кухне с тобой готовили по-домашнему, здесь вот прям как в трактире, на сковородочке шипящем. Да, 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 да. Вот что нам надо. Теперь я понимаю торговцев с охотного ряда, которые бросали все свои дела и бежали сюда в балаклаву, чтобы отведать вот это замечательное блюдо. Смотрите, друзья, это те самые караси в сметане. Возьмите на заметочку этот рецепт и обязательно приготовьте своим близким такое простое русское блюдо, как караси в сметане. Это очень по-русски. Это очень вкусно. И это неожиданно вот для современного человека такое блюдо. Спасибо, друзья, что были с нами. Увидимся скоро. Гастро-приключения продолжаются. Пока, ребята. Пока. Пока. Это очень вкусно.